Млечники – это обширное семейство грибов, известных благодаря своему характерному признаку, при повреждении мякоти они выделяют млечный сок. Этот сок может быть белым, желтым, оранжевым или даже красным, и часто меняет цвет на воздухе. Шляпки млечников бывают самых разных оттенков, от белого и желтого до коричневого и даже фиолетового. Среди млечников есть как съедобные, так и несъедобные виды. Используются после предварительного вымачивания и отваривания. Млечник дубовый – встречается часто и обильно с июня по октябрь, предпочитая леса с примесью дуба. Млечник обыкновенный – широко распространен в Северной Америке и Евразии, в лесной зоне умеренного климатического пояса. Млечник камфорный – относится к семейству сыроежковых, к пластинчатому виду грибов. Млечник серо-розовый – гриб рода млечник семейства сыроежковые. Млечник мэра – встречается преимущественно в широколиственных лесах, произрастает группами небольшой величины. Млечник неедкий – встречается с середины лета до октября месяца как в хвойных, так и в смешанных лесах. Млечник ароматный – чаще употребляют в соленом виде, а также в качестве хорошего ароматизатора к различным видам блюд. Млечник буроватый – съедобен в большей степени, чем прочие малоизвестные млечники. Млечник блеклый – встретить его можно часто, произрастает большими группами и колониями. Краснушка – представляет собой очень красивый и интересный гриб, она рыжевато-красная, небольшого размера. Млечник оранжевый – является несъедобным грибом, а некоторые микологи относят его к числу слабо ядовитых грибов. Млечник бурый, как и все младшие млечники, формально съедобен, но успехом не пользуется. Млечник шиповатый – похож на розовую волнушку, встречается в лиственных и смешанных лесах. Млечник беззоновый – в пищу употребляют в соленом и маринованном виде. Млечник липкий – окраска варьирует от сероватого до грязно-зеленого. Млечник чахлый – произрастает на мшистых поверхностях, во влажных и сырых местах. Млечник бледный – вкусовые и питательные качества малоизучены. Млечник буро-желтый – растет под лиственными породами деревьев, непригоден для употребления в пищу. Млечник мокрый – возможно, обладает некоторым количеством токсических веществ, может быть слабо ядовитым. Млечник голубой – в Мексике этот гриб собирают для продажи на фермерских рынках. Млечник водянисто-млечный – внешне он непримечателен, похож по своему виду на несъедобный гриб. Млечник смолисто-черный – имеет сходный вид, называемый бурым млечником. Млечник белый – один из лучших представителей млечников, малоизвестный гриб из-за своей редкости. Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены. Продолжение следует...